У Яны Хариной сын готовится пойти в третий класс. Даниил, по рассказам матери, ждет не дождется, когда откроется его родная 162-я школа после капитального ремонта. Семья живет в пяти минутах ходьбы от учебного заведения, поэтому почти ежедневно интересуется, как идут строительные и отделочные работы. Еще пару лет назад в школу зайти было страшно. Видно, была трещина. Конечно, многие родители задавали вопросом, потому что все-таки это безопасность наших детей. Прежде всего, даже никаким образом не красота, а безопасность. Ну, слышали о том, что на собраниях, чтобы проходить капремонт, что это ждется, там проект, денежные средства будут выделяться. Потом в конце года нам повестили о том, что мы дождались этого часа. Капитальный ремонт школы стартовал в прошлом году. Тогда выяснилось, что кроме трещин на фасаде, существуют и другие дефекты здания. Пришлось в срочном порядке проводить дополнительные экспертизы и создавать новый проект капремонта школы. Однако подвел недобросовестный подрядчик. Во время проверок выявили недочеты. Поэтому, как планировалось, к 1 сентября 2020 года учебное заведение «Двери для школьников» не откроет. Департамент образования в этом году изыскал возможность дополнительных денежных средств, чтобы окончить данные работы на этой школе. Нам пришлось наращивать темпы, чтобы пройти экспертизу государственного строительства. Чтобы здание школы стояло вечно, фасад укрепили металлическими стяжками, более прочными сделали дверные проемы. Смонтировали новые водопровод, канализацию, отопление, электропроводку и освещение, систему пожарной безопасности. Это что касается коммуникации. Интерьер тоже стал современным и комфортным. Установили пластиковые окна и деревянные двери. В пищеблоке и туалетах, как положено, кафель. Завезена мебель, сантехника и все необходимое технологическое оборудование. Круглосуточно ремонтируют кабинеты, спортивные и актовые залы, коридоры. Мы очень старались успеть к первому, но еще раз повторю, физика не в нашей власти. Высыхание, твердение и все остальное. Поэтому 10-е, я думаю, да, это реальный срок, когда мы закончим. 10-го мы берем весь строительный мусор, мы очистим, остаемся протереть там пыль, спарт и все. Начало учебного года. Ход и качество капитального ремонта 162-й школы на постоянном контроле руководителя городского департамента образования и специалистов ресурсного центра. Качество, если не соответствует, выписывается предписание. Если будут замечания не устранены, естественно, мы не будем принимать их как оплате. Ну и, соответственно, чем меньше замечаний, тем быстрее выполнится работа и задастся срок школы. Накануне руководитель департамента образования Самары Елена Чернега проинспектировала ход работ. Только после приемки 162-я школа откроет свои двери для учащихся и педагогов. Первые декады сентября школьники продолжат получать знания на базе других учебных заведений. Это три учреждения дополнительного образования, там созданы все условия для организации образовательного процесса. И три школы. Наши первоклассники тоже не должны волноваться. Для них подготовлены новые кабинеты в тех школах. Это два класса. Первых у нас будут 96-й школы, два первых класса в гимназии 133. В принципе, шаговая доступность здесь будет полностью обеспеченная. За две недели строители не только должны будут закончить капремонт здания, но и благоустроить школьный двор. Параллельно уже сейчас клининговая компания приводит в порядок отремонтированной помещения, расставляет мебель и учебный инвентарь. Мария Левна, Григорий Плешаков. События.